Творчество может быть не только в стихах, но и в формулах у забайкальских изобретателей появилась возможность реализовать свой проект и поставить на экспорт. Двигатель этого процесса – Забайкальский центр трансферы технологий, созданный при поддержке Краевого министерства образования, науки и молодежной политики, а также Забайкальского инвестиционного фонда. Никита Мордовин подробнее. С детства пытливый ум Валентина Епифанцева не давал покоя, тяга к изобретательству переросла в дело жизни. Валерий теперь аспирант Забайкальского госуниверситета и запатентовал собственный аппарат, предназначенный для исследования тканей человека. С помощью этого изобретения можно ежедневно следить, например, за тем, как сращиваются травмированные кости, и процедура будет абсолютно безвредной, в отличие от рентгена. Научную идею финансово поддержало Министерство образования России, но такие примеры в крае скорее исключение, чем правило. По мнению Забайкальского кулибина, отсутствие региональных грантов, программ по развитию науки – основное препятствие на пути молодых инженеров. Можно сказать, что да, грантов технических нету, и, так сказать, человек не может показать то, что он хочет сделать, получить грант на то, чтобы реализовать свою идею. И, то есть, здесь, да, нету в Забайкальском крае грантовой поддержки специалистов. Теперь же у молодых изобретателей в регионе есть помощник в этом вопросе – Забайкальский центр трансферотехнологий. Его основная задача заключается в том, чтобы новые технологии приходили в Забайкальский край, а то, что разработано в регионе, экспортировалось за его пределы. Первое, чем мы можем реально помочь и чем мы сейчас помогаем – это организация выставки НТТМ. То есть, эта выставка, в общем-то, наша идея, и эту идею здорово, что поддержало Министерство образования Забайкальского края. Мы посмотрим, что же все-таки у нас есть, не только в Чите, но и из районов собираются люди приехать. Выставка пройдет в Забайкальском институте предпринимательства 29 и 30 октября. В первой за последние 30 лет выставки НТТМ свое участие уже подтвердили более 30 человек. Через несколько дней это помещение превратится в уникальную интерактивную площадку для демонстрации лучших технологий и разработок Забайкальского края. Автор самого креативного проекта отправится в Москву на форум научно-технического творчества молодежи и поборется за награды всероссийского уровня. Никита Мордовин, Сергей Мозер, Александр Смирнов. Вести. Чита.